Всем привет, дорогие друзья! Большой привет из отеля DELFIN DELUX! Сегодня, знаете, мне говорят, Лена перестала делать обзорные видео, она все время снимает просто такие какие-то жизненные ситуации, жизнь. Так оно и есть, но сегодня давайте для любопытствующих покажу, вот просто целый такой обзор будет ужина, то есть какой ужин в отеле премиум класса. Поехали! Сегодня в отеле тематический день, сегодня турецкая ночь. Турецкая ночь, сегодня будет шоу какое-то, ну и, соответственно, вот ресторан тоже оформлен в таких же красках, все в турецких флагах, шары украшают вход, какой-то материал внизу лежит, вот видите, в 21.30 турецкая ночь будет. Вот, соответственно, играет национальная музыка и встречают всех приветственные напитки. Спасибо! Выдают маски, как всегда, потому что маски здесь в обязательном порядке все должны носить в ресторане. При входе алкогольные напитки встречают, что-что такое, интересно. Это водка, да? Или текила? Текила. Текила. Здесь вот эти вот уже традиционные закусочки. Спасибо! Традиционная турецкая закуска, вот из какой-то этой клубы. Здесь играют и поют, и наружу, и танцуют, и станцевали. В общем, все такое красивое, красочное, яркое. Сейчас будем с вами все изучать. Столик найдем. Пациенты сегодня в красивых, праздничных этих футболках тоже, национальные наряды. Вот здесь всегда выдают очень вкусные закусочки. С правой стороны, во-первых, красиво, конечно, все оформлено арбузами. Арбузами, флагами, шарами. И вот здесь вот закуски, национальные закуски. Ну, что-то тут закуски эти маринованные, я так поняла, кабачки, перцы, помидоры. Нет, такое я не люблю. Морковка тоже в том числе. Это, знаете, больше красиво, чем вкусно. Пойдемте смотреть закуски. Просто настолько красиво все оформлено. Оформлено просто вообще потрясающе. Так, ну что, здесь кабачки, тоже опять-таки острый соус, сыр, баклажаны тоже очень красивые. Вяленое мясо, бастерман, эти кольца кальмаров. Здесь помидоры, огурцы. Как красиво все это смотрится. Пойдем дальше. Что-то рыбье головы такие. Рыба на пару написано. А здесь какие-то рыбье головы. А, это маленькая рыбка, что ли, какая-то? Или фаршированная рыба, непонятно. Баклажаны фаршированные. Так, я такое не люблю. Сейчас вот здесь посмотреть. Но здесь все самое вкусное на улице. Сарма из капусты написано. Рисовая каша. Турецкие клетки, манты. Фаршированные овощи. А можно манты, пожалуйста? Так, сразу показываю. Турецкие клетки, манты. Я ничего не придумаю. Так, жареная телятина там. А здесь фасоль. Картофельное пюре. И фаршированный булгур с фаршем. Вот булгур. Это вот эти котлетки. То, что Ваня в прошлый раз брал. Здесь вот, когда идут вот эти тематические вечера. Соответственно, тортики тоже украшены вот этой вот тематикой. Вот эта вот тематика. А наверху яблочки в карамели. Тоже все очень красиво смотрится. И сегодня вот эти все турецкие именно сладости. Тыква. Вот эти вот бисквиты там с медом или с чем пропитанные. С орехами. Все такое вот очень красивое. Привет. Глаза разбегаются. А самое главное от музыки. От музыки. Прям музыка такая. Так, пахлава. Сегодня я дорвусь до пахлавы, наверное. Вот до вот этой вот шоколадной. Обязательно шоколадную пахлаву надо было попробовать. Ну и фрукты. Клубника сегодня опять. Арбуз. Все это дело. Так, а что у нас с детским столом? Детский стол у нас пицца, детский стол, сосиски и панированная курица плюс манная каша. Это детский стол. Также вот здесь вот вкусняшки. Какие-то такие вкусные эти лукумы. Желе, по всей видимости. И вот эти вот штуки, которые тоже в Сириусе были везде. А здесь вот щербет. Вот щербет надо обязательно тоже попробовать, потому что это очень вкусно. А здесь еще что-то такое висит. Мороженое. Здесь вот это вот такое огромное-огромное мороженое висит. Представляете? Можете подойти взять мороженое. Но это, конечно же, не все. Это только то, что находится здесь вот в основном зале. А дальше ты идешь и глаза вообще разбегаются. Здесь делают лепешки гезлиме. А можно, пожалуйста, лепешечку. Спасибо. Здесь мясо какое-то. Судя по всему, баранина, мне кажется. Не ягненок написи. Это разделы вот ягненка. Вот такой вот большой ягненок. А здесь вам просто перемерят. Сделать такое мелкое мясо. Очень красиво смотрится. Тоже бесподобно. Соус баланьеза с макаронами. Жареная курица. Здесь лепешки пиде. Здесь просто все украшено цветами. Очень красиво. Вот здесь что такое? Перепела. Жареная перепела. Ну, вот многим нравится на воздухе. Как бы, ух ты, там даже качели в конце есть. Я там ни разу не доходила и ни разу не видела. Так, здесь что у нас? Здесь у нас мерланг на гриле. Рыба такая. Очередь всегда стоит вот здесь. Что здесь у меня? Жареный картофель. И шашлык. Я еще мясо здесь ни разу не брала. Давайте сегодня шашлык попробуем, что ли. Раз и шашлык. А, тут даже не шашлык, а вот эти вот котлетки их местные запекают. Ну, это тоже должно быть вкусно. Так, а также вот что-то делают такой типа шаурмы. Типа шаурмы здесь. Мясо на вертеле. Мясо это интересно, баранина или что? На курицу не похоже. Ну, можно попробовать. Мелко нарезанное. Называется джезерье. Можно чуть-чуть? Здесь хочется попробовать всего по чуть-чуть. Спасибо большое. Так. Сейчас хочу клубники еще чуть-чуть взять. И вот эту шоколадную... Можно вот эту. Бан. Ага, спасибо. И клубнику можно? Клубнику, пожалуйста. Здравствуйте. Да-да-да. Дробари. Окей. Спасибо. Так, ну, пока вот так. Здесь никто ничего не жалеет. Просто, чтобы вот это вот все не выбрасывалось, да? Соответственно, кладут понемногу. Если кому-то нужна добавка, это прям вот вообще без всяких вопросов. Сколько хотите, столько и просите. А здесь тунец. О, семку в другое место поставили. Но семга есть. Помидоры, огурцы, салаты. В общем... В общем, ребята, в целом я в шоке. Я в шоке от такого кулинарного изобилия и от такой красоты. Все такое яркое, настолько красивое. И я думаю, что вкусное. Но нужно не думать, а пробовать. Но, может быть, все-таки какую-то еще закуску взять, попробовать. Вот это, по-моему, что-то с рыбой. Нет, это не с рыбой. Это реально эти помидоры. Это до ума. До ума тоже в том числе есть. Так, ладно. Пойдемте пробовать. Мой выбор на сегодня. Вот эти вот колбаски. Клубника. Вот этот вот. Ну, мне кажется, это щербет больше. Шоколадная пахлава. Вот это вот хочу попробовать. Баранина это или что? Ну, поверьте мне, вроде бы это как бы немного на тарелке, но для желудка это, конечно, очень много. Что, Вань? У бабушки это у нас перепел. Вкусный перепел. Это яблоко. Засахарное яблоко. Это везде продается. А мне вот интересно перепелка, как здесь приготовленная. Как вкусные перепелки? Я уже брали. Но они, видишь, мелкие, вот эти вот перепелки, мелкие такие. То есть это потом нужно будет идти мыть руки. Поэтому я попробую вот это вот что-то такое на струганом. Это вот то мясо, из которого приготовленные вот эти вот колбаски тоже получатся. Баранина. Баранина, ну, вкусная. Вкусная баранина с томатным соусом, котлетка. Ваня, а ты чего котлетку не взял? А, ты с ней целью. Нет, вкус такой... Ну, кто любит баранину, они нормально. Ну, что-то как-то мне котлетки не очень. Ну, в целом вкусно, в целом вкусно. Всем приятного аппетита, если будут так уж и за вас. Мама в восторге от перепелок. Я, честно, ну, как бы... Котлетки мне не понравились. Вот это вот мясо на струганное было вкусное. Равиоли, ну, холодные, а не остыленные. А вот это давайте попробуем щербет. Он тянется. Как я люблю этот тянущийся щербет. Просто обожаю. Орехи, кокос. И тянутся. Ну, что красиво. Красиво. Если взять их по питанию, то мне понравится очень кальмар вкусный. Воспома, она просто в арту тайна. Кухие перепелочки. Один очень вкусный. И в ней он очень вкусный. И вот этот, видать, национальный такой риф, с изюмом, со всеми делами очень вкусный. С изюмом тоже? Да, и там бабушки пекли вот такие... Гизлеме. Ну, Гизлеме мне понравилось, да. Гизлеме очень вкусно. Это мясо настроганное вкусно. Мама в восторге от перепела, да. Мне интересно посмотреть, как ты будешь есть это яблоко. Я все время смотрю на людей. Вот они их берут, а их там не разгрызешь. Они очень, ну, это же карамель сверху. То есть ты ее не откусишь. Но мама у нас еще любит тыкву очень. И вот типа груши такие какие-то. Ну, вот. У каждого свое. Ты не лопнешь, деточка? Решил отведать турецкого тортика, я так поняла. Это, Ваня, надо попробовать откусить. И мне всегда... Это загадка. Вот люди берут. Я как-то си один раз тоже взяла, купилась на это. Еле-еле откусила все это дело. Сверху кусается. Сверху, не снизу, а сверху. Сверху, Ваня. Вот отсюда, да, вот леденец. Ты кусаешь леденец. Он такой жующийся. Ну, вот такие прям крепкие-крепкие зубы надо иметь. Ну, либо облизывать яблочком. В общем, последний раз я такой стол видела в Сигенусе. Вот это вот первый раз в жизни, когда я была вот в Сигенусе, и я видела вот такое вот разнообразие, такой замечательный стол. И мы думали, когда мы приехали в Баруц, ну, просто чтобы мы понимали, да, что это в Баруц, и пальцы гнёт, то есть, ну, мы думали, что при той цене, ценнике, которую мы заплатили за Баруц, будет так же. А там был шведский, в смысле, а-ля-карты, поесть было первоначально нечего. А потом, конечно, стало уже гораздо лучше. Что? Все кинулись, мне больше всего понравился стол, потому что там мимо всегда картофельные кротиты. Своеобразное понимание. В общем-то, ну, вы все видели, вы все видели, в общем, великолепный, великолепный стол. Сейчас мы идем немножечко прогуляться рядом с отелем, а потом еще вечером будет концертная программа здесь. Вышли из отеля, прошли где-то 5 минут, пару отелей. Впереди у нас Соха Базар или Аутлет написано. Вообще здесь Алара Базар. Алара Базар там с той стороны через дорогу. Джастиниана прямо, Ваня. Ну, мы все-таки как бы здесь ориентируемся. Вот здесь уже, видите, светлая улица такая. Провнялись с Аутлетом. Пойдемте посмотрим. А текстиль нам кому-нибудь нужен? Нет. Пойдемте дальше. Давайте вот, Шоха Базар. Да не, вон туда наверх сейчас поднимемся. Это обувь с сумками. Однотипная такая. Что маски бесплатные, это отлично. Я в курсе раз в Аньке де-факто купила куртку хорошую. Слышите? А, скрипет в хоккей. Паньте, с попугаем кепка не нужна? А у нас 400 рублей эта маска что ли. Слушай, а вот эти классно. Тебе прям вообще идут вот такие. Ну, а ты сейчас приедешь домой? Тебе кепка не нужна? Такая не летняя, а просто сейчас кепка осенью ходить, да. Ну, это такие. Подожди. А что у тебя есть? О, тебе есть. Аксессуары здесь продаются. Я люблю здесь какие-нибудь сережечки. Такие дешевые. Посмотреть. Медальяна. Ну, кстати, я бы купила себе такую цепь на платье. 147 лир. 1470. А за что ж это 1470? А? Какие часы? С камушками, как у меня, Вань. Посмотри, нет таких сережечек? Браслеты, цепи. Цепи разные абсолютно. Ну, кстати, вот это мне понравилась цепь. Мама, вот мне интересно, на сколько этих нырями просматриваются. Ой, Вань, это подделка какая-то грошовая, дешевая подделка, которая даже работать не будет. Откуда я знаю? Я не дам тебе, чтобы тебе разбить их? Чем? Нет, вот эти. У меня и полгода. Мне просто интересно. Сколько они? И текстиль здесь. Знаете, что такое, слушайте? Бархатные труселя, что ли, я не поняла, смотрите. Из бархата. Такого я еще ни разу не видела. 153 лиры, 1530 рублей стоят. Трусы. 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 Непонятно, куда мне ходить. Мам, ты понимаешь, что Мерседес Рахет? Из этого сделано все. Может быть, сделано. Это вот де-факто. Куртки. О, там очки. То ли подделки, то ли что. Пойдемте посмотрим. Ну, то, что подделки, это 100%. Сейчас посмотрим. Потом Форд. Я последнюю передачу Манучи смотрела. Интервью с Устиновой. Мне очень понравились у нее очки. Я такие очки хочу. Просто вот, как у нее. Футболку сейчас найдем какую-нибудь. Так, очечки. Отчечки. Сколько стоят очки? 826 чего? Лир? 8000? То есть, это с претензией не на подделку, что ли? Что-то мне как-то верится в это очень. Очень как-то под вопросом. Ну-ка. Ну-ка. Так. 745 лир. Это 7000. Плюс еще по типу 30% Инди Рим. Но это скидка Джорджи Армани. Вы верите? Я не верю, что это Джорджи Армани. Это все. Это все бред. Это все бред. Форму, конечно, посмотреть. Может? Да нет, конечно. Я не верю вообще. Вот, ну, не на грош. То есть, это вот, которые на улице по 10 евро, а здесь они по 7000. Ну, на дурака. Главное, не разби. Да я не разобрю. Черт, разобьет. А мама, кстати, тебе сколько прикол? Ну, у меня был телефон за 8000 рублей. А эти очки стоят секреты. Ну, Вань, очки есть и 200 тысяч стоят. Это не показатель причем. Вот эти прикольные. Не, они прикольные. Не совсем не прикольные. Прикольные. Не, не прикольные. Сколько стоят? Лия, смотри, какие красивые. Да хотя бы с... Симпатичные. 1540 лир. 15 тысяч такие стоят. 15 тысяч. Ваня все удивляется. Ну-ка, вот такие. Квадратные. Я понимаю, если это. Вот если лучше. Это самые дешевые. Не, мне вот такие, кстати, идут. Ваня, аккуратно отойди подальше от этих очков, чтобы их не разбить. Оксана уже уронила. Это кошачьи глаза. Это типа вот это вот Роберто Коваля. Ну, до чего ж. Вот с одной стороны турки, конечно, молодцы. С другой стороны, как они умеют развалить? Она не разбила, она уронила. Это разные вещи. Я знаю, Вань, сколько они стоят. Что ж ты у меня, господи ты, боже мой, а? Так ты не трогай хоть. Робот. Робот, робот. 46 тысяч? А, нет, или 400. 4 600. Да, да. 4 600. Так, ну что, нашли что-нибудь такое симпатичное? Нет, я такой себе одежда. А, вот наподобие было у этой, у Устиновой. Так, очки Устиновой понравились? Нет. Нет, мам, не твоя модель. Ну-ка. Тошность. Не моя модель. 300 тысяч. Они еще с цепочкой. Ваня, сын, что-то ходит, озвучивает. Вот это вот понравится, но я не могу это больше, что у вас нет. Вот это не понравится. Ну, а вот такие, типа, кошатники. Вот, ну да. Ну-ка. Вот эти. О, слушайте, мне вот эти нравятся. И сколько же вот это вот чудо стоит, интересно? 990 рублей. Ты видишь, да? Босс. Ну, как вы, ну и, блин, ну нереально. Это же не, ну, подделка же или что? Как вы думаете? Нет. Пойдем, пойдем дальше. Пойдем дальше. Я не верю, что это настоящее. Может и настоящее, не знаю. Да вряд ли. В каком-то подполе настоящие очки от Гуччи, нет. Те же самые, которые на рынке по 10 долларов, евро. Только здесь, не знаю. Кто знает, напишите. Не знаю, не верю. Вот, я видел 3000 лир. Это 300 тысяч рублей? Ну, откуда, Ваня, здесь за 3000? Ага, за 300 тысяч очки лежат. Они бы под стеклом лежали бы. Нет, это 3000 лир. Кошельки, сумки, обувь. Неужели сейчас обувь модная вот такая вот в сезоне? Ну, хотя вот такие бы я себе взяла. 799 лир. 8000 такие ботинки стоят. Ну, для осени нормальные, это осенние, такие прикольные. 3,890 лир. Написано, что стопроцентная кожа. А это мне? А вот такие сколько стоят? А, 895 лир. То есть, грубо говоря, 8,950 на рубли. А вот это вот добы, которые мы сейчас проходили, они дорогая. Вот эта вот обувь. Она необычная. 421 лира. 4200. Ваня, ты-то у меня носишься. Чего, с какого перепугу? Вон, иди себе выбери, а. Вот эти 4600 стоят, такие с кошечкой. Сколько? 5000. 5000. А где хоть мужские, а? Мужские, вон там детский отдел. Иди в свой детский. Выберите себе ботинки. Ваня, иди выбери себе что-нибудь. Ботинки, да? Да я не знаю, что хочешь, дик, смотри. 2,970. Слушайте, ну они такие грубые. А, вот такие, помните, я все покупала? Я заказывала на Валдберрис, только они были легче. Вот эта вот резинка, если она попадает под воду, она вот так вот полностью расплющивается. И толку у них нет никакого. 297 лир, 2,970. Вон там детский, вот, прямо, иди туда там, походи. Я здесь. Вон, прямо, увидишь по размеру. Вечернее шоу. В общем, ушли с шоу. Температура сейчас 28 градусов, но жалко, что здесь не показывается влажность. Влажность, мне кажется, сейчас, я не знаю, мне 100%. То есть, невыносимо. Ты вот весь такой вот этот, липкий. На пирс. Кстати, смотрите, удивительно. Вечером волна стала меньше, чем была днем и утром. Луна. В общем, я не знаю, как они не потеряли сознание, ребята, танцоры сейчас. Они все мокрые. Вот это вот то, что они скачут. Они скачут прям, вот, знаете как? С них прям вот льется. Они все, вот вся одежда мокрая, представляете? Потому что они прыгают. Мало того, что здесь в округе влажно, так они еще и прыгают, и скачут, и все. Вот реально, если человек неподготовленный, просто сознание, до потери сознания, и все. Поэтому, ну, у нас сейчас, как всегда, и живая музыка в том числе в отеле. Но что-то мы уже несколько дней подряд пляшем, пляшем. В общем, танцуем, и что-то сегодня хочется в спокойствии просто сидеть, посидеть тихо, понаслаждаться шумом моря, и потом потихонечку пойти уже домой спать. Поэтому на этом моменте я с вами со всеми прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива, ну, и совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok